почему растут цены на продукты цены на продукты растут потому что растет денежная масса то есть количество денежной массы по всему миру увеличивается с огромным с огромной скоростью за последние столетия не было произведено такое огромное количество денег как за последние можно сказать 5 или 10 ну или 20 лет сейчас производится огромное количество денег запускается заливается все в это в экономику и через это естественно растут и цены на продукты на активы на все растут цены это и понятно потому что чем больше производите вы денег запускаете их в оборот тем дороже люди которые производят какие-либо товары хотят тоже получать зарабатывать на этом то есть центральные банки производят деньги из воздуха можно сказать зарабатывать на этом ну а бизнес и все остальное все что связано вокруг бизнеса они тоже хотят на этом профицировать то есть тоже хотят на этом зарабатывать это само собой разумеется да поэтому этот процесс он будет идти и дальше инфляция она облегчает кошелек но к сожалению не жизнь людей люди через эту инфляцию становится все беднее и беднее и поэтому нужно просто стараться закупиться теми продуктами питания или одежды или какие-то запчасти ну все что в чем вы разбираетесь необходимо это хотя бы закупиться на ближайшие ну так 35 лет потому что иначе все это подорожает в два в три раза и потом вам придется покупать уже по новым ценам по новым деньгам при этом если идет инфляция доходы населения как правило не возрастают у некоторых людей конечно возрастает у тех кто были кредиты инфляция может списать эти кредиты это такой большой положительный плюс можно сказать что при инфляции сгорает долги и должники например как государство как центральные банки как коммерческие банки через это могут списать свои долги огромнейшие которые на сегодняшний день сделаны ну а простому человеку если у него нету никаких долгов есть только зарплата от зарплаты до зарплаты то естественно ему нужно как-то пережить эти 35 лет на такого колоссального кризиса как это было в 90-е годы в советском союзе и нужно вложиться с теми небольшими средствами в что-то такое что ему необходимо было бы для сам для поддержания жизни в ближайшие 35 лет пусть это будут какие-то запасы пусть это будут крупы пусть это будет консервы соль там какие-то мука там что у нас обычно в перестройку дошло самые такие продукты которые ходовые были это была мука сахар консервы инфляция так как сообщающие сосуды чем больше вливается тем больше растут цены это закономерность всегда была и останется было бы на сахар консервы ии они 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 Продолжение следует...